SCP-1165 – аномальная городская территория. Класс объекта Евклид – особый слой содержания. Дорожное движение по SCP-1165 должно быть перекрыто на постоянной основе. С обоих концов SCP-1165 должны быть установлены заборы из сетки рабица и знаки, предупреждающие о высокой концентрации токсичных веществ на английском и испанском языках. Оба прохода патрулируются сотрудниками службы безопасности в штатском. В случае попытки проникновения на территорию объекта, последние имеют право действовать на свое усмотрение. Окна и двери нежилых помещений, выходящие на SCP-1165, должны быть замурованы, заперты или перекрыты в избежании прохода посторонних лиц. Любым подходящим способом. Въезд на SCP-1165 для автомобилей, городских служб и грузовых автомобилей открыт только с западной стороны. Въезд осуществляется только с восточной стороны. К разведывательным группам, направляющимся в SCP-1165, в обязательном порядке прикрепляется отряд усиления, составленный из бойцов МОК ТАУ-1165. Клочки по закоулочкам. В обязательный носимый комплект каждой заходящего в SCP-1165 сотрудника входит GPS-маячок, устройство беспроводной связи и ноголовная видеокамера. Запрещается работа разведывательных групп по ночам и во время, когда велика вероятность сбоев городской сети энергоснабжения по погодным причинам или из-за перегрузки. Посторонние лица, совершившие проход на территории SCP-1165, должны быть задержаны, подвергнуты допросу и обработанным амнезиаком класса B. Любое постороннее лицо, входящее в SCP-1165, считается враждебным, пока не будет доказано обратное. Описание. SCP-1165 представляет собой переулок в городе Засекречино, штат Засекречино и прилегающую к нему аномальную городскую территорию. Переулок проходит в деловом центре города, с запада на восток, и имеет длину около 300 метров. Переулок разделяет на две части квартал, образованный улицами Засекречино и Засекречино с востока и запада, соответственно, и улицами Засекречино и Засекречино с севером и юга, соответственно. Согласно городскому архиву, переулок был сооружен в начале 20 века, когда улицы Засекречино впервые в истории города замостили брусчаткой. Не считая косметического и капитального ремента, примыкающих к SCP-1165 зданий, коммунальных работ и обновления дорожного покрытия в 1900 Засекречино году, объект за прошедшее время практически не изменился. Движение по переулку. Движение по переулке. Электроника, установленная на этих улицах, питается из-за неустановленного источника и работает без боев, несмотря на видимое отсутствие технического обслуживания. По сторонам улицы SCP-1165 стоят здания, в основном сооруженные в духе американской архитектуры 20-го столетия. Большая часть зданий представляет собой промышленные или торговые помещения, и всех известных зданий живыми являются менее 6%. Из числа разведанных зданий 17% в значительной степени соответствуют или полностью идентичны строениям самого города Засекречино, еще 24% напоминают здания, построенные в других местах. Ярчайшим примером последнего является постройка 300-метровой высоты, напоминающая Эйфелеву башню, которая виднеется вдали на северо-западе от входа в переулок. На дорожных знаках также нанесены названия как известных, так и неизвестных улиц. На улицах SCP-1165 не было замечено ни автомобилей, ни людей. Единственное исключение приведено в протоколе исследования 1165 – ни живых, ни даже насекомых. Растительный мир представлен газонной травой, цветами и небольшими деревьями, растущими во дворах домов и высаженными вдоль дорог. SCP-1165 простирается от точки входа во всех направлениях. На сегодняшний день усилиями фонда нанесены на карту 27 квадратных километров SCP-1165, что включает в себя площадь делового центра Засекречна, смежных кварталов, а также небольшой участок бухты Засекречна и Засекречна. Географических границ SCP-1165 найдено не было. Исключение приведено в протоколе исследований 1165. Улицы и здания SCP-1165 не изменились со времен первого входа в объект сотрудников фонда в 1900 Засекречна году. Проход по переулку обратно выводит идущего на улицу Засекречна в 100% случаев. Сотовые телефоны и GPS-маячки продолжают работать в пределах SCP-1165 и показывают носительное положение их носителя, соответствующее пройденному от западного конца переулка расстоянию. Организация обнаружила SCP-1165 в 1900 Засекречна году, когда местный политический деятель Засекречна, устроивший пешие шествия по деловому центру города с несколькими своими сторонниками, пропал среди бела дня. По сведениям сотрудников полиции, в последний раз Засекречны видели в этом переулке. Аномальные свойства объекта были обнаружены теми же сотрудниками полиции при прочесывании местности. Информатор организации, работающий в отделении полиции, сообщил фонд об аномалии, после чего Перекресток перешел в ведение фонда и получил номер SCP-1165. Не Засекречна, никого-либо из его соратников так и не нашли. Подробности о том, что было обнаружено на территории SCP-1165, приведены в протоколе исследований 1165. Протокол исследований 1165. С момента обнаружения SCP-1165 в 1900 Засекречна году силами организации было проведено 283 вылазки на территорию объекта. Ниже приведен сокращенный список, в котором значатся наиболее важные сведения, собранные в ходе вылазок. Полные версии протоколов доступны сотрудникам с уровнем допуска 3 и выше. По вопросам обращаться к доктору Самешу. Исследование 1165-1. Дата 1900 Засекреченный год. Результат. Первая официально проведенная вылазка фонда на территории SCP-1165. Разведгруппа обследовала один квадратный километр территории вокруг точки входа. Был описан круг по квадрату, в котором выходит переулок. Точки входа с востока найдено не было. Взяты пробы воздуха, почвы и растений. Аномальных свойств в воде и почве не обнаружено. В растениях обнаружено аномальное большое число мутаций. Исследование 1165-3. Дата 1900 Засекреченный год. Результат. МОК обследовало 13 зданий в радиусе полутора километров. Из этих зданий 8 были похожи на существующие в городе здания. Поэтажные планы этих 8 зданий соответствовали существующим зданиям. Также выяснилось, что расположение мебели, общее состояние помещений и так далее, в значительной степени соответствовало городским зданиям. Поэтажные планы неопознанных зданий отличались необычностью. Компоновка и мебелировка комнат была весьма нестандартной. Все двери и окна в обследованных зданиях были не заперты. Более того, выяснилось, что все найденные объекты снабжены замками, ящики, столов, сейфы и так далее. Также были не заперты. Исследование 1165-15. Дата 1900 Засекреченный год. Результат. Из здания, похожего на гипермаркет, электроники Best Buy, было вынесено два персональных компьютера. Аппаратное обеспечение обоих примерно соответствовало доступным в то время на рынке компьютеров на базе x86. На обоих уже было установлено OS Windows 95 со стандартными настройками, без дополнительного ПО и пользовательских настроек. Все установленное на компьютере ПО работало с частыми сбоями. Сама Windows часто выдавала ошибку деления на ноль и падала с синим экраном смерти. Стороннее ПО также часто аварийно завершалось или зависало. А встроенный калькулятор часто выдавал неверные ответы для простейших арифметических примеров. Форматирование жесткого диска и установка Windows 95 с нуля не улучшили ситуацию, а при разборе вынесенных компьютеров на части и установке отдельных комплектующих в другие компьютеры, последние также начинали работать со схожими сбоями. Исследование 1165-28, дата 1900, засекреченный год. Результат. Во время исследования участка местности площадью 5,3 квадратных километра, бойцы МОК обнаружили мужчину возрастом примерно 40 лет. Последний назвался Засекречено. Это имя принадлежало бродяге, который пропал за 6 лет до описываемых событий на проведенном после эвакуации за CP-165 в допросе. Засекречено показал, что он вместе с другим бродякой напились и случайно забрели в переулок, а на следующее утро очнулись в незнакомом местности. Поскольку местность показалась им заброшенной, они поселились в одном из жилых зданий, а еду и алкоголь добывали собирательством в соседних зданиях, в частности в магазине, похожем на супермаркет. Засекречено не мог или не хотел отвечать на вопрос, где сейчас находится его спутник, и ощутимо занервничал при упоминании о нем. После этого Засекречено был введен амнезиак класса А, а самого бродягу отвезли в город Засекречено за несколько тысяч километров от SCP-1165, где и отпустили на волю. По указанным им координатам был найден супермаркет. Выяснилось, что полки полны полуфабрикатами, похожими на те, что находятся в свободной продаже в нашем мире. Еда оказалась свежей и съедобной, однако содержание веществ, вызывающих удалено, в ней было необычно высоким. Рядом с магазином была обнаружена бензоколонка. Находившийся в ней бензин не загорался от открытого пламени. В магазине были установлены камеры, но никаких признаков пополнения или замены товара зафиксировано не было. Исследование 1165-68. Дата 1900, засекреченный год. Результат. МОК вернулась в супермаркет, найденный во время исследования 28. Для замены системы видеонаблюдения. Еда по-прежнему была свежей и съедобной, несмотря на то, что после установки камер движения внутри магазина зафиксировано не было. В магазине было найдено несколько продуктов, которых не было на полках во время прошлого визита. Исследование 1165-103. Дата 2000, засекреченный год. Результат. При осмотре городской местности, расположенной в 8,7 километрах от точки входа, МОК обнаружил автомобиль, позднее опознанный как Студе Бейкер Президент 1956 года, припаркованный-ка на обочине четырехполосной дороги. Машина идеально сохранилась и была пригодна для езды. Бензобак был пуст, а согласно показателям счетчика пробега, автомобиль проехал в общей сложности 2638 миль. В багажнике были найдены несколько чемоданов с одеждой, детскими игрушками и коляска. Прочесывание местности в поисках владельца автомобиля быстрых результатов не дало. С наступлением сумерек, деятельность в SCP-1165 была свернута. Исследование 1165-105. Дата 2000, засекреченный год. Результат. Во время третьего прочесывания района, где ранее был найден автомобиль Студе Бейкер, во переулке был найден привалившийся к стене скелет взрослого мужчины, одетый в темный костюм и фетровую шляпу. В руке скелета держал револьвер 38-го калибра. Все патроны в револьвере были расстреляны. Удостоверение личности, найденное в бумажнике в кармане пиджака, указывает на принадлежность останков некоему засекреченно, пропавшему с женой и детьми во время семейной поездки в отпуск. На шее скелета висел фотоаппарат с полностью отснятой черно-белой пленкой кодек. Внутри, на большей части проявленных фотографий, изображен сам засекреченный его семья. Последние восемь фотографий были сняты в SCP-1165. Некоторые здания были опознаны разведчиками, а нескольких других зданий в городе уже не было. На последнем снимке удалено останки жены засекреченной трех детей в возрасте 9 лет, 5 лет и 8 месяцев. Так и не были найдены. Исследование 1165-141 Дата 2000 Засекреченный год Результат С помощью грузовика с полуприцепом в SCP-1165 был перевезен вертолет МОК. Целью исследования являлось проведение аэрофотосъемки. Полетная группа подняла вертолет на 500 метров над землей. По их наблюдениям, SCP-1165 простирается во все стороны и не имеет каких-либо географических ограничений. Полетная группа облетела Эйфелеву башню, которая, как оказалось, находится в 24,7 километрах от исходной точки и во всех отношениях походила на оригинал. По крайней мере, в тех подробностях, которые удалось рассмотреть с воздуха, группе был отдан приказ лететь на восток с целью обнаружения границы SCP-1165. В случае исчерпания запаса топлива группе следовало вернуться. Пролетев 103 километра на высоте 500 метров, пилот сообщил, что на борту вертолета отказали алетиметр, компас, барометр, анемограф и GPS, а сама группа больше не видит землю. В это же время сигнал GPS-маячка на вертолете пропал с экрана базы. Группе был отдан приказ совершить аварийную посадку. Пилот попытался выполнить снижение, но сообщил, что земли не видно, а вокруг, насколько видит глаз, есть только голубое, небо и облака. Далее пилот развернул машину и попытался лететь до базы обратным курсом, но не установить контакт, не восстановить работоспособность GPS установки устройства не получилось. Через 6 часов безуспешных попыток вернуться на базу на борту вертолета кончилось топливо. Пилот сообщил, что вертолет находится в свободном падении. Через 7 минут падений вертолет так и не достиг земли. Пилот и вся полетная группа совершили самоубийство с помощью табельного оружия. Видеокамера на борту вертолета транслировала падение вертолета на равновесной скорости еще 17 часов, после чего села батарея. Ни сам вертолет, ни останки пилотов полетной группы так и не были найдены. Исследование 1165-145 дата 2000 засекречена в год. Результат МОК перевезла в SCP-1165 беспилотный летательный аппарат с усиленными батареями БПЛА был запущен в ту сторону, откуда полетная группа в последний раз выходила на связь. БПЛА пролетел 113,4 километра на высоте 1500 метров, после чего его на бортное оборудование и GPS отказало. Визуальный контакт с группой был потерян. Все системы, кроме самых необходимых, были переведены в режим пониженного энергопотребления. Сам БПЛА был введен в состояние свободного потения. На момент написания этого отчета прошло засекреченный лет. БПЛА все еще падает сигнал, передает сигнал и все еще находится в состоянии свободного падения. По результатам данного исследования, на любые попытки исследовать SCP-165 с воздуха был установлен мораторий. Исследование 1165-174 дата 2000 засекреченный год. Результат группа из 8 сотрудников класса D, подлежащих плановому устранению, была поделена на две команды. Каждой команде был выдан автомобиль с увеличенным бензобаком и запасом топлива, снабженной усиленной батареей для питания внешних датчиков и наблюдательного оборудования. Обе команды были отведены в SCP-165. Каждый из них был отдан приказ доехать до восточной границы города. Первая группа, достигшая цели, получала свободу. Проехав 128 километров и 201 километр, соответственно, обе команды испытали на себе феномен, соответствующий исследованиям 141 и 145. Согласно данным имплантированных датчиков, трое сотрудников класса D, не погибших в последовавшей драке и не совершивших самовийства, в итоге умерли от обезвоживания. На все попытки исследовать SCP-165 более чем на 100 километров от исходной точки был наложен мораторий исследования 1165-193, дата 2000 за секречный год. Результат. МОК совершила попытку добраться до Эйфелевой башни, ориентируясь на данные аэрофотосъемки, полученные в ходе исследований 141 и 145. Дойдя на место, где, согласно данным аэрофотосъемки, должна была находиться башня, группа обнаружила заводское здание с вывеской фабрика крепежа Хэнсон. Башня по-прежнему виднелась вдали примерно в том же направлении, что и исходной точки. Вторая попытка мог добраться до башни закончилась тем же. Башни на месте не было. Она по-прежнему виднелась вдали. Тщательное наблюдение во время третьей попытки показало, что башня при движении не становится ближе. Четвертая попытка добраться до башни предпринята не была, поскольку в этом случае группа вышла бы за 100-километровую границу. Исследование 1165-246 Дата 2000 засекреченный год. Результат Во время исследования этого района, где была обнаружена фабрика, из-за внезапного сбоя электропитания отказала вся беспроводная связь в засекреченном связь смог была потеряна. Электропитание было восстановлено уже после заката, через 9 часов после сбоя. Попытки связаться с группой результатов не дали. Было получено добро на ночную вылазку в SCP-1165. Поисковый отряд, добравшийся до места, откуда МОК в последний раз выходил на связь, обнаружил автомобили МОК, составленные кольцом на перекрестке. В автомобилях никого не было. Вокруг и внутри кольца лежало большое количество стрелянных гильз. Однако автомобили были целыми и ни крови, ни трупов найдено не было. В шести кварталах от указанного места был найден один боец МОК, забаррикадившийся за несколькими перевернутыми мусорными баками. Все табельные патроны боец расстрелял. На разборе боевого задания выживший заявил, что все остальные бойцы отряда мертвы, но не сказал от чего и как они умерли. Вопрос о том, что случилось после потери связи, привел бойца в глубокое замешательство. Единственное, что он повторял, удалено. Не было найдено ни следа остальных бойцов МОК. Исследование 1165-248. Результат 2000 засекреченный год. Результат в ходе прочесывания местности обследованный в ходе исследования 246 в открытых прогрузочных воротах склада был найден обезображенный труп гуманоида. Сделанные МОК фотографии трупа были сильно искажены и пригодны и непригодны для просмотра. Согласно описаниям бойцов МОК от груди и нижней и ниже труп выглядел человеческим, но рук и головы не было, а верхняя часть тела разделялась на десяток мясистых псевдоподий, лишенных органов восприятия. Причиной смерти, судя по всему, явились множественные огнестрельные ранения, однако признаков кровотечения не было. Труп был одет лишь в широкие черные штаны. Во время осмотра один из бойцов МОК заметил на темном складе движущийся силуэт и услышал громкий шум, похожий на радиопомехи. Командир МОК принял решение покинуть SCP-165 и оставить труп на месте. В кармане штанов трупа был найден бумажник с 37 долларами США, несколькими скидочными картами и водительским правами на имя Джеймс К. Стивенсон. Стивенсон является юрис-консультом организации, имеет первый уровень допуска, работает в компании ширме фонда в Филадельфии, штат Филадельфия, и никоим образом не был связан с SCP-165. В ходе беседы Стивенсон утверждал, что ничего не знает о SCP-165, никогда не бывал в Секречном, а бумажник и с водительскими правами до сих пор при нем. И бумажник, и права были идентичны, сняты с трупа. Образец скани взятых перед отходом с места события на 99,99995% генетически соответствует Стивенсону. Исследование 1165-249, дата 2000, засекреченный год. Результат два взвода МОК были отправлены на склад, обнаруженный во время исследования 248. Трупа на месте не оказалось, тщательное прочесывание склада им соседних зданий не дало результатов. Ни труп, ни подопытные ему создания так и не были найдены. На исследовании территории площадью 1 квадратный километр вокруг склада был наложен мораторий.